здравствуйте с вами брежнева елена и вы сейчас присутствуете на моем канале ютюба добро пожаловать всех кто присоединяется к нам сейчас в прямом эфире а также всех тех кто присоединяется к нам в записи сегодня абсолютно волшебный и магический день друзья мои сегодня у нас солнечное затмение наша прямая трансляция сейчас идет из лас-вегаса штата невада и солнечное затмение у нас сейчас будет пик буквально через 15 минут хотя процесс начался сегодня утром 8 где-то 50 утра и продлится самая такая большая солнечная активность до 12 часов дня а здесь в лас-вегасе или если вы проживаете по нашей временной зоне в 11 52 закончится этот процесс и несмотря на то что это событие мирового масштаба для соединенных штатов америки это лунное затмение несет еще больше значения почему потому что она будет полное видимое и затмение которое пройдет полностью через все соединенные штаты америки такое последний раз происходило 99 лет назад друзья мои и и сегодня нас ждет интересная передача к нам присоединяется наш любимый шаман оракул пума из своих далеких английских гор специально для нашего эфира по моей личной просьбе он присоединяется чтобы провести с вами это время поговорить о мистике солнечного затмения о том что же это значило для древних для наших предков и расскажет что же они делали а в это важное время конечно же всех присутствующих мы попросим пума подарить нам благословление для всех присутствующих и для ваших семей и для всех наших семей потому что по большому счету друзья мы мы все одна большая семья человечества на этой земле который каждый идет по своему путешествию под названием жизнь и в определенные моменты мы пересекаемся приходим друг другу на встречу чтобы помочь помочь друг другу пройти через свои приключения путешествия жизненные уроки и помочь в росте и эволюции друг другу а сейчас хочется лично поприветствовать всех кто у нас сейчас в прямом эфире ксения литвиненко доброе доброе утро у нас утро сейчас лас-вегасе у вас скорее всего вечер руслана приветствуем вас здравствуйте и на рады вас видеть из вашей далекой италии хотя неизвестно как где дальше летали то ли наш лас-вегас правда лариса бабушкина татьяна мамулька всех всех поздравляем с солнечным затмением друзья мои волшебный день и мы проводим его вместе у нас сегодня 21 августа 21 августа является также важным днем так сказать является важной вехой в виду всех сложившихся событий помните в предыдущих видео мы говорили о том чего же ожидать от августа а и интернет сейчас кишит различного рода козняй свой будильник различного рода прогнозами различного рода предсказаниями относительно того что же нас ожидает и виду того что месяц этот непростой у нас было лунное затмение в начале месяца полная луна сейчас у нас солнечное затмение и новая луна и именно поэтому мы все по окончании этой трансляции окей мы все не мы все некоторые из нас присоединяются к нашей следующей активации которая будет сразу же после этой встречи для того чтобы еще больше перенастроиться перепрограммироваться а и иметь еще больше возможность закончить этот месяц как можно более гармонично а если вы были на интернете на ютюбе и смотрели там что же значит это солнечное затмение вы наверняка уже видели много страшных предсказаний у вас с этим но допустим общее массовое на такой настрой на то что на то что то что происходит является довольно таки страшным событием я думаю что это многие из вас также уже отметили также у нас участники присоединяются еще в комнату анны яковлевой привет вам из лас-вегаса светлана кискина руслана алинка алинка огромное количество сердец от нее приветствуем приветствуем вас конечно же ну что ж друзья мои пока мы ждем подключения нашего дорогого любимого шамана пумы давайте еще раз пройдемся по по такому понятию да и астрологическому понятию астрономическому как новое полнолуние вернее солнечное затмение ссоре солнечное затмение она бывает разного градуса но частичная в основном как правило когда мы видим солнечное затмение не как правило всегда частично и это кстати касается также и лунных затмений но он событие которое сегодня происходит почему она является таким важным потому что она полная и кстати сказать если вы имеете день рождения в августе она будет иметь большое значение для вас ждите больших больших перемен друзья мы слово предостережение для всех наших участников помните мы ничего не делаем за неделю до ничего не делал мы не делал ничего нового мы не предпринимаем никаких новых важных проектов мы не делаем неделю до солнечного затмения и неделю после поэтому если вы предпринимали что-то новое начать и делать не рекомендуется друзья мы подождите подождите еще немножко в идеале если есть возможность у вас есть большие крупные проекты над которыми вы работаете то в идеале конечно же начать их после 5 сентября желательно уже после 10 сентября почему потому что меркурий нас все все в ретрограде и конечно же это создает дополнительную работу дополнительные помехи и это не так просто справиться со всеми этими энергиями друзья так что запомните это и давайте сейчас послушаем что же нам рассказывает информация про солнечное затмение как вы наверняка если вы присоединяетесь уже регулярно к нам и к нашим передачам которые да у нас как вы наверняка уже запомнили что вот это вот цикл этот цикл перемен вот мы сейчас находились в пред hello что у нас пума подключается darling uh welcome we are so happy to see you here and we were just talking about the solar eclipse energies hello that is happening right it's happening right now it is it is so cool it is so congratulations everybody ну что ж поздравляем всех вас говорит пума in ancient times in a moment like right now we would be in our ancestral temples praying giving offering to mother earth and in ceremony он говорит в древние времена если бы мы собрались вот в такой вот период такого времени мы бы все собрались в храме и мы бы молились делали благословление и приношение и сохранили бы делали бы церемонию мистерию мы называем это темным солнцем или женским солнцем сегодня мы называем очень особый поток энергии который посылается сейчас на всю нашу планету это время это время выразить благодарность абсолютно всем процессам и попрощаться со старыми процессами каким-то сложным это не было друзья мои это прошло поприветствовать новую жизнь новое солнце и новую эру которая сейчас идет так включая процесс рождения здесь еще не закончена все хорошо в процессе продолжается потому что косметологом после дарения она вновь и она continues на эмоциональном и физическом процессе на несколько двух или три месяца поймите точно так же как и мать которая дала рождение друзья мои точно также еще этот процесс рождения перерождения еще не закончен это все всё ещё в лёгкой степени, оно ещё не полностью, так сказать, процесс не завершён, процесс восстановления после этого всего. Точно так же, как перед процессом рождения, сейчас поднимаются самые сложные вещи. Поэтому наша задача – освободиться и трансформировать эти процессы. Благословение для вас, мы благословляем и молимся сейчас и за вас, и за всё наше человечество. Помощь сейчас работает с сакральными листьями коки, которые также поедаются в процессе мистерии и церемонии. Когда мы жуём листья коки, мы пользуемся ими как ораколами или предсказательными. И как раз, когда я жую, вот эта вот консистенция, вкус, запах, насколько это плотно или мягко, да, всё это говорит мне о процессах, об этих будущих процессах, о новом цикле сейчас. Жизнь станет более сладкой. Но также даст вам трудности, так сказать, вызовы, чтобы вы стали ещё более сильнее. Сильнее эмоционально, сильнее психологически. А вам нужно открыть ваше сердце ещё больше. Конечно же, процесс любви, процесс жизни, процесс открытия сердца, вы никогда не должны закрывать его, вы всё время должны стремиться к открытию сердца. Заботьтесь о себе хорошо. Любите себя. Давайте в том, что вам необходимо, чтобы вы были в благополучии, чтобы вы были в счастье. А это будет дано вам. Берите это и дарите себе это сами. Защищайте семью. У нас в семье кто-то, кто у нас более раним, кто более открыт, кто нуждается сейчас больше всего в помощи и защите. И в этих временах мощных трансформаций, это как раз те люди, которым нужна помощь больше всего. Моё послание для вас сегодня из АНД будет следующим. Откройтесь целиком и полностью для этой космической энергии. Даже в течение следующих нескольких минут или нескольких часов могут быть сильнейшие трансформации у вас в жизни. От вас, чтобы вы поприветствовали, чтобы вы позвали это. Он говорит, Елена, для меня это большая привилегия в такой день делать вот эту трансляцию и делиться знаниями наших предков с вами. We are going to have the next sequence in 2024. Actually, exactly. Нас ждет путешествие. 21, кстати сказать, сентября мы все будем в Перу отмечать ровно следующий, самый важный такой цикл. И он говорит, что это будет следующий цикл, будет новый цикл на 7 лет. Поэтому нужно иметь самые сильные визуализации. Где бы вы хотели быть, что бы вы хотели иметь, где бы вы себя видели, да, через 7 лет. Он говорит, то, что вы манифестируете сейчас, будет иметь воздействие на протяжении тысячи лет. Тысячи, даже не сотни. Поэтому надо молиться за наше правительство, чтобы они смогли быть лидерами для людей. Вы так блестны, чтобы видеть жизнь, изменяющаяся на этом планете сейчас, как мы говорим. Он говорит, сейчас каждый из вас благословлен тем, что вы становитесь свидетелями этих важнейших перемен здесь на Земле. Все всегда меняется. Каждый день все меняется. А сегодня все эти процессы ускоряются еще больше. Так что каждому из вас бесконечное благословление. Я говорю, Пума, ну вот что бы ты сказал, у нас интернет сейчас полностью забомбардирован негативными предсказаниями относительно этого периода. Очень много страшного предупреждений, что вот все перемены, что вот оно там все плохое. Что бы ты сказал? Он говорит, это слишком рано для такого ужасного предсказания. Он говорит, мы еще даже не догнались до всех процессов, которые происходят. Он говорит, процессы действительно непростые. И многим эти процессы даются даже тяжело. Он говорит, запомните следующее, что это процессы, они продолжатся, будет еще больше. На этом все не закончится. Но это не говорит о том, что оно будет негативным. Он просто еще слишком рано, чтобы мы смогли понять все, что происходит вокруг нас. Так что он тебе бы сказал, не верьте в негативные предсказания. Просто верьте, что это очень мощная транзиция и что самое лучшее, и еще догонится, и еще придет. Поэтому мама Кока сказала, вы должны быть сильными, чтобы вы могли справиться со всеми этими процессами. Но, поверьте мне, это было сложнее в других временах. Поверьте, в предыдущие века эти процессы были еще более сложными. Он говорит, я бы назвал этими процессами даже мягкими, по сравнению с тем, как это было раньше, потому что действительно мы проходим через вот эти вот многие психологические и, ну, психологически-эмоциональные вот эти транзиции. Говорит, ну, чтобы вам было понятно, что значит тяжелые процессы. Тяжелые процессы – это когда земля, да, трясется, когда там все смывается водой, да, когда там все исчезает на твоих глазах. Вот это тяжелые процессы. И огонь, не то, что на земле огонь, а в небе огонь. Потому что это происходило, друзья мои, тысячи лет. И от нас зависит продолжить все эти процессы посажения семен для всего человечества. Он говорит, существует столько мощных сил света, которые защищают жизнь на этой планете, жизнь на земле и индивидуально каждого из вас. И вместо того, чтобы переживать, нужно воспользоваться и сделать союзников из этих мощнейших существ света. Я говорю, научитесь маленькой церемонии, а люди в английском сделают. Если на солнечное затмение смотреть, можно спалить себе глаза. То же самое и с этим графиком. Если на него смотреть, то можно обжечься. Для того, чтобы посмотреть, тебе нужны фильтры. И если то, что вы видите негативным, это ваша задача, это ваша ответственность сделать это позитивным. То есть вы защищаете себя в первую очередь, но также меняете и делаете проекцию относительно этой ситуации в будущем. Я не просто сказал вам, не смотрите на негативное, игнорируйте это. Я сказал вам, смотрите на это и трансформируйте это в позитив. Не ищите света, возьмите ответственность на себя, чтобы стать этим светом. Поиск света – это отвлечение. Потому что таким образом, получается, что вы ничего не делаете, и вы и не в служении, и ничего важного не производите. Сегодня очень важно для вас поливить себя и позаботиться о себе. Чтобы вспомнить свет, которым вы живете, и светить свет на всю планету. И если вы в тюрьме, то вспомнить, что тюрьма в Амбии не негативная, не плохая. Это святая семинара. Если вы найдете много тюрьмы в вашей жизни, то святая семинара становится мощным. И если вы встречаете много темноты, запомните, у нас в Амбах темнота является женской энергией. И если вы встретите много темноты в вашей жизни, помните, что этот женский процесс трансформирует в вашей жизни. Какова природа природы? Я могу вам сказать, какова природа. Это носить от настоящих энергий в космосе, энергии любви. Продолжение следует... Продолжение следует... В такие дни мы подготавливаем и выдаем в доме с пачо. С пачо это наш способ подарить пачо-маму, выразить благодарность и изложить новые программы. Он говорит, что наши церемонии довольно сложные, обширно. Что нужно порекомендовать вам? Пойдите в пары, положите их в ваших шагах и в дни он поча-мам. Это один из способов благодарить сохранение женской энергией. Во время натуре, когда вы были страдания, за то, откуда вы пришли. Вы пришли с Божественного Света, который никогда не ходит и никуда не заходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В лёгкой и в любви. Кто-то хочет задать вопросы? Да, у меня есть вопросы. У нас есть несколько вопросов, которые были отправлены... Продолжение следует... Итак, мыéreryez к нашему миру. Две люди, которые хотят ответить на эту вопрос, которые будут в private. Так что, да, мы будем в этом. Но эта вопроса, Надежда, который был в очень много времени, 3-4-3. И это ее вопрос. Но я думаю, что это будет более популярным на сегодняшний день. Следующий у нас есть вопрос, что Надежда на долгую поведение Пумы. Я думаю, что в его сеансе будет еще более лет. So, this is a question. Компания, Junus, and she's asking, could she be part of that company? And will they give her the profit that she's looking for? And will it give her the profit? And could you bring the volume down? Because I feel echoing, my voice is echoing through your microphone. Better? Yeah, let's see. Yeah, much better. Okay, so the question is for Надежда. Should she be part of company, Junus? The answer is a big, strong yes. Надежда, на ваш ответ, нужно ли вам быть частью компании, Junus? Может быть, что-то там зарабатывать, а ты – да. Да. And the next question will be when she start. И вопрос, когда же ей лучше начать? She should have started yesterday. Начать уже, говорит, можно было. Right away. Так что, начинайте сразу. Следующий вопрос. Next question. Next question is from... She's asking for help. How to handle her finance from the point of view to increase it and have help. Basically, she's trying to change her life. And this is what she said. Number one. Who should invest this money into a high-end business school, maybe in Switzerland or United States? And leave the job that you currently have for a chance to get new profession and new life? А у нас вопрос, она хочет узнать важный совет. По большому счету, ей хочется изменить жизнь. Стоит ли ей вложить деньги? The answer is no. Деньги. If she's going to do that investment, she has to keep what she's working on right now. She has to keep it, not let go of it. Стоит ли ей вложить деньги, которые у нее есть в обучение, в престижную бизнес-школу в Швейцарии или США, бросить стабильную работу, которую у нее нет, в обмен на финанс начать новое? И ответом является нет. So, number two. Should she try to find a new life for this? And then you get the money to help provide a new life for her, until she gains more stability? Should she just move abroad to find a new life for this? Вопрос второй. Не переехать за рубеж? Нет. Но ты работаешь со спортом, которые у нее есть? На? Нет. Вопережение? Нет. The answer is yes. So, option number three. Also, Puma, could you bring the volume down? I think it's just echoing. Okay. So, next question. Should she stay in Moscow and keep the current job? Best that money goes into improving her living condition, upgrading the place where she's living. Итак, третий вопрос. Можно это переехать в Москве на нынешней работе и вложить эти средства в улучшение жилищных условий? Of course. Yes. Это тоже. Да. So, between two years, the job overseas, or the job, same job in Moscow, which one is going to be a competitive test? И между двух два, и работа за рубеж, и работа в Украине, улучшение жилищных условий также, да. Он говорит, что она продолжит бывать в Украине, и как она будет способствовать, если она переехать в Москве, то она не может поставить свою автофонистику. Yes, I appreciate that so much, please. approximately 1 month and a half she will do it in 1 month and a half? yeah, it's very fast for her what she's going to do? у нее произойдут через полтора месяца ok Puma can you ask Mamo Koko about our food trip that is coming up for our participants? that is going to be an epic trip I invite anybody who is filling the call because it's going to be epic everything is coming up so powerful for this trip я говорю, спроси Mamo Koko что же ждет наших участников в Перу через месяц? он говорит, это будет эпическим путешествием он говорит, я со своей стороны пригласить всех, кто чувствует зов при судьбе к этому процессу and the trip looks amazing Mamo Koko says it's going to be epic it's going to be powerful very powerful very powerful life-changing experiences and we're going to get more people in we're going to have more people booking in yes он говорит, Mamo Koko говорит, что путешествие будет эпическим для всех, кто присоединится будет невероятным, мощнейшим трансформационным процессом и говорит, что нам еще должны присоединиться люди So we have two more women that are thinking about it that are going to sign in and another man that is going to invite other friends So I recommend for people to recommend other friends and he says, Mamo Koko говорит, что еще две женщины сейчас думают о том, что вы присоединятся к этому туру так что, пожалуйста, если вы будете, пишите и говорит, что есть мужчина один, который будет другом он говорит, я бы дал бы вам свои проблемы для моих расскажите о этом туре друзьям потому что кто-то из ваших друзей не будет в этом туре скажите им, чтобы они к нам присоединились в этот трансформационный тур Hold on a second, let me check Не понимаю этот вопрос который мне прислали или это заявление или это вопрос потому что не понимаю, о чем это Так что, Татьяна, перепишите Okay, so, next next, what do you think as a person that has been going through personal transformation and personal work basically all your life what would you tell to people that's saying that, you know what I've done enough transformation and that all I do is always transforming and like will this process ever end? говорю, Пума, как человек который занимается трансформацией и всю твою жизнь что бы ты сказал тем кто, говорит, я уже типа тут трансформировался занимался тут типа сколько можно traumас, fears, big limitations all of that is being transformed because it's a new life energy coming in so, yes, the hard process the suffering and the struggle will totally end can you repeat that, please and there will be more process of awakening more process of now, the awakening process isn't easy so there is more of it coming and I believe in that process people need to take care of themselves он говорит, что продолжение является легким процессом это довольно-таки непростой процесс поэтому много происходит необходимое исцеление травм переживаний воспоминаний и эти все вещи они должны вылечиться и предстоят еще работающие еще и еще so basically do you think this process ever and ever say that again do you think this process will ever end или вообще будет ли когда-либо конец этому процессу it changes it doesn't completely end as a hard process it changes to be more gentle there's more powerful forces coming into the planet so it's going to make it easier for humanity to wake up и мама кока отвечает что процесс он сам никогда не остановит он изменится он станет более легким потому что дополнительные силы которые сейчас спускаются на план помочь человечеству пробуждению это будет гораздо более более гладко this is the question is would you be able for our group to do special ceremony could be abandoned for those that are coming to do вопрос к куме 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 ты для нашей группе которые имеют тебе в сентябре специальную церевь дай задний дай да у there's a process of liberation, there's a process where so much heavy energy has been brought up for it to be transformed and transmuted so I see our group, I see our people becoming powerful leaders, spiritual leaders in this awakening path, in these times for example, people that can come to Peru and heal themselves will be able to take care of their families, will be able to take care of their communities better and most people that are missing these opportunities what was the last question? yeah, the question was, would you be able to do a special abundance ceremony for the participants of our tour? of course, that's not even a question I'm on it он говорит, я уже работаю Пума, would you be able to do a blessing for those who are doing with us here today? indeed да Пума, благословение для тех, кто присоединился к нам сейчас ну, то есть мы помним, я хотел бы, потому что мы не верю в эту игру и прежде чем я дам благословение для всех, кто есть с нами сейчас Не бойтесь, не паникуйтесь и не стрессуйте, не перегружайте себя. Он говорит, что внутри вас сила, которая была спрятана от человека в протяжении тысячи лет, и сейчас эта сила пробуждается на вас. И эта сила сможет создать, сотворить чудеса. И теперь благословения для всех нас, и наших семей. Спасибо. Продолжение следует... Любовь для благословения моей семьи и Лас-Вегаса. Любовь для благословения моей семьи и Лас-Вегаса. Друзья мои, мы сейчас прошли все вместе через вот этот вот портал. И, соответственно, в этой энергии сейчас. Но вы почувствуете эту энергию еще в течение недели и целого месяца. Спасибо, любовь. Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому. Что ж, друзья мои, попрощайтесь с Пумой. И до новых встреч. И сейчас, друзья мои, в этот, так сказать, волшебный-волшебный день мы делаем специальную акцию по церемонии Деспача для того, чтобы вы смогли воспользоваться этими энергиями и сохранить переменные в своей жизни. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться и стать частью вот этой церемонии, то вы можете это сделать через глопард, присоединиться к церемонии Деспача. Это будет делаться еще на этой неделе. Для тех, кто хочет, я сейчас попрошу Ирину кинуть правильную ссылочку на нашу церемонию Деспача. Вот такое, друзья мои, непростое время. Мы сейчас все вместе прошли через самый пик, энергетический пик этих энергий здесь, в Лас-Вегасе. В течение часа еще эти энергии очень-очень сильные. Ну и, конечно же, в течение этой недели мы хотим предложить вам присоединиться к церемонии Деспача, чтобы еще больше усилить эти процессы. И относительно того, как долго мы работали над этим, и сколько нам еще работать, я вам скажу следующее, друзья мои. Дело в том, что когда мы работаем, мы работаем над этими процессами, не только над теми процессами, которые у вас происходят сегодня. Вы должны иметь глубочайшее понимание, что вы работаете над процессами вашей семьи, над процессами ваших родителей, над процессами ваших детей. Если они не занимаются развитием сознания, если они не занимаются этими процессами, то вам приходится трансформировать гораздо больше энергии. Именно поэтому нам нужны эти инструменты, нам нужна помощь вот этих существ света, которые помогают. Поэтому нужны вот эти вот мистерии, церемонии, как наподобие Деспачо, чтобы мы смогли пройти через эти процессы. Если в семье транзиция и кто-то умер, друзья мои, для них также заказывают Деспачо, для того, чтобы помочь оставшейся энергии от души, чтобы она была в более правильной трансформации, в более правильном уроке перешла. Потому что если транзиция сопровождается негативными процессами, процесс смерти сопровождается негативными событиями, то душе также нужна помощь в этой транзиции. Так же, как и перед процессом рождения новой жизни, нового ребенка, конечно же, рекомендуется всегда делать Деспачо и на ребенка, и на рождение. И вообще, конечно же, это самый лучший подарок на день рождения любого человека, который можно сделать. А я уже не говорю о важных новых проектах, новых делах, новых отношениях, о замужестве, о новых работе, новых инвестициях и всем прочему. Действительно, мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. И сегодня у вас также есть возможность сделать это в этот важный день. Ну что ж, у нас через буквально 15 минут начинается следующая активация. У нас сегодня активация солнечного затмения. И поэтому я с некоторыми из вас увижусь уже через 15 минут в следующей комнате. Если вы хотите к нам присоединиться, пожалуйста, следуйте по этой ссылочке, присоединяйтесь к нам. Мы будем рады вас ждать и продолжим начатую работу благословления, которую Кума здесь начал для нас. И совершим мистерию активации в этот мощный день транзиции. На этом, друзья мои, я с вами сейчас прощаюсь. До новых встреч!